Каждый из присутствующих в зале внес особый вклад не только в свою судьбу, но и в историю края. Спортсмены, художники, изобретатели и наставники. Для всех были подготовлены отдельные номинации. Например, 19-летняя Мария Маргвинцева из «Горячего ключа» с пяти лет создает на холсте шедевры. В ее коллекции уже 350 работ. В среднем на создание одной картины у солнечной девушки уходит 4 часа. Награды из рук вице-губернатора Кубани Анны Меньковой получают за успехи в области культуры, литературы, искусства, науки и техники. Рада увидеть премию. Не только природные люди, но и морды бывают. Жопись бывает, графика бывает, аллография бывает. А ты сюжет для своих картин где-то из жизни берешь или сама придумываешь? То, что сама, то, что в голове. К своем поздравлении Анна Менькова отметила, на Кубани ведется большая работа по поддержке людей с особенностями развития. Действуют реабилитационные центры, десятки общественных организаций, а для особенных детей более 50 специализированных школ и интернатов. Этот день станет для каждого из вас, кто сегодня получит признание государственным особенным днем. Это в первую очередь признание ваших талантов, вашей силы воли и ваших особенных достижений. Но я уверена, что главная победа, которую вы одержали в жизни, это то, что вы стали примером для многих людей. Для тех, кто в силу ряда причин стал инвалидом. Я на самом деле, многих из вас знаю лично, общаюсь, и, конечно, чаще всего в рабочих каких-то моментах, и хочу сказать вам, что я вами восхищаюсь. Вы сегодня пример не только для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вы сегодня пример для абсолютного большинства людей. Сейчас на Кубани более 400 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. За 26 лет существования губернаторской награды признание получили около тысячи человек.